Добрый день, у вас с вами коллеги. Я тоже, если позволите, одну минутку позволю Марии Григорьевне. Я вот инженер-химик органик. Моя дискомна работа была на карте биологической астрономии соединения. А специальности на лобове и нефть отгонения. Я хочу сказать, что в вашей работе много новизны. И для меня было очень интересно послушать ее. Как специалиста химико-органик, уже 30 лет работающего в этой области. Спасибо. Спасибо. Очень интересно. Главная новизна. Уважаемые коллеги, в вашем внимании мы представляем работу с динамическим взаимодействием Солнечной системы. Для начала объясним нашу работу, что есть такое динамическое или мат-динамическое взаимодействие. В чем состоится необходимое привлечение нового гидра взаимодействия. С нашей точки зрения, не все элементы движения небесных тел Солнечной системы имеют бесспорное определение. Исторически сложилось такое мнение, что свое вращение вокруг Солнца, планеты и астероиды получили еще во время образования протопланетного облака. И с тех пор они несут в своем круговом движении реликтовый момент индукса. Позволю с этим не согласиться. Принимая во внимание, что в Солнечной системе и раньше, и в настоящее время происходит постоянное столкновение планет, астероидов, то лиц Солнечной системы должен быть совсем другим. По простой логике, после столкновения астероидов, в поиске астероидов между, допустим, Марсом и Юпитером, обланы наклона орбиты к движению вокруг Солнца должны сильно измениться и отойти от плоскости эклиптики. Со временем, по идее, мы должны наблюдать не плоскую Солнечную систему, а сферическую, где орбиты небесных тел лежат не в плоскости эклиптики, что мы видим, а должны находиться хаотично. Дело в том, что силы гравитационного взмодействия астрономических тел по используемому нам и вездеописанному всемирному закону тяготения являются центральными. Исходя из имеющегося на сегодня арсенала математического описания сил действующих на небесное тело, мы не можем найти ни одной имеющей силы, заставляющейся переместить орбиту движения астероидов в планет, которые не в плоскости эклиптики, а в плоскости эклиптики. Поскольку Солнечная система является плоской, то мы считаем, что имеется некая сила, которая действует на небесные тела так, что орбиты их около Солнечного движения выдавливаются в плоскости эклиптики. И эти силы действуют постоянно. Хаотичное распределение орбит планет вне эклиптики длительное время невозможно из-за действия этой некой силы. Что это за сила? Каково ее направление и действие? Здесь, на этом слайде, мы перечисляем известные факты, я думаю, всем в этой аудитории, которые, в принципе, ставят под сомнение, скажем так, возможность применения только одного закона всемирного тяготения, без привлечения дополнительных каких-то сил. Я перечислю их. То есть, первое, тут три пункта и подразделение. Движение одного астрономического тела вокруг вращающегося, обращая внимание, другого астрономического тела, происходит в основном в эквенториальной плоскости в направлении вращения центрального тела. А именно, пять пунктов, Солнечной системы, Секланеты, Астероиды, но вы что-то прочитаете. Второй момент. Применение известной формулы Ньютона для расчета силы гравитационного тяготения по отношению к движущимся с высокими скоростями, обращая внимание, галактикам и квазарам, приводит к большим расхождениям с наблюдаемой действительностью. Для устранения подобных истоков неоправданно вводят такой параметр, как темная материя, и вводятся еще коэффициенты, поправляющие закон всемирного тяготения. Но это совсем привыкуют, скажем так, к такой чехарде, что для каждого расчета движения приводится свой коэффициент. Это что за закон такой, который каждый раз нужно корректировать? И третий момент. Установлено, что расширение Вселенной происходит с ускорением. Однако закон всемирного тяготения предполагает лишь взаимно притяжение гравитирующих объектов и не может объяснить их взаимно отталкиванием. Все мы знаем, что если есть ускорение, значит есть сила. Законы, опять, что ли мы изучаем. Математический аппарат и физический смысл электромагнитного взаимодействия хорошо известен. И мы на основании этого выдвинули гипотезу, обращая внимание. Любое материальное тело, имеющее массу при своем движении, в космическом пространстве, создает вокруг себя некое силовое поле, которое является векторным и имеет характеристику напряженности поля. Это поле назовем динамическим. Можно его назвать мас-динамическим, грав-динамическим. И действует оно на другие материальные тела, движущиеся в этом поле. На недвижущиеся тела это поле не действует. Физическое и динамическое поле аналогично магнитному полю, создаваемому движущимся электрическим зарядом. Но отличается тем, что создается в предвижении электрической нейтральной материальной точки, имеющей конкретную массу. Закон, описывающий электромагнитное взаимодействие с некоторой корректировкой, применим при этом и для данного динамического поля. Замена электрического заряда на массу в законе уважаемого Лоринца дает возможность расчета сил, действующих на материальные тела в динамическом или гравий-динамическом поле. Мы применяем законы электромагнитного взаимодействия по аналогии и подобию для нашего случая гравиационного взаимодействия. Закон всемирного тяготения, с нашей точки зрения, является законом гравистатики. Гравистатики. Что я имею в виду? То есть неподвижные гравитирующие объекты, да, действительно описываются хорошо. Однако, скажем так, он хорошо корректируется законом электростатики, известным Кулонам. Однако, мы предположили, что существует и гравий-динамика, которая, в принципе, составляет суммарное гравиационное взаимодействие. Закон всемирного тяготения, таким образом, превращается лишь в одну из отраслей, одну из частей гравитационного взаимодействия, или в гравий-статиках. А гравий-динамику мы предлагаем применять математическое описание и даже физическое подобие из электродинамики, которая нами хорошо известна, проверена и, скажем так, экспериментально подтверждена. Сразу сделаем несколько определений. Я инженер, как я раньше сказал, и для меня очень важно рассчитать, что, когда, конкретно и сколько. И поэтому я предлагаю конкретные формулы. Я думаю, тут объяснять сильно много не буду. То есть, все это перекочевало, так сказать, из электродинамических взаимодействий. То есть, напряженность динамического поля мы можем посчитать, исходя из скорости объекта, и массы его, и расстояние до определяемой точки, где мы определяем напряженность данного поля. Значит, здесь кубичная зависимость, на самом деле квадратная, когда в скалярной форме. Если мы в скалярной форме все будем смотреть, там она будет у нас в квадратной форме. А здесь, R у нас сверху и снизу. Куб. Квадратная. То есть, обратно квадратичная зависимость. Коэффициент динамического взаимодействия, в данном случае, я определенным образом посчитал, и у меня он получился 10-4,2 на 10-22 степени. Ну, это, скажем так, я бы проверил разными способами. Я пока на этом не буду останавливаться. Так, здесь конкретно можете посмотреть рисунок. Ничем он не отличается от электродинамического взаимодействия, где только вместо M обычно стоит Q заряд. То есть, динамическое поле, в данном случае, создается любим движущимся объектом. Посмотрим следующий слайд. Здесь мы нарисовали центральное тело, движущийся прямолинейно и создающийся вокруг себя, вот исходя из той формулы расчетной, которая была указана выше, так подобный тор. В принципе, это динамическое поле. Это из-за потенциальной поверхности напряженности динамического поля. Мы потом еще к этому слайду вернемся для рассмотрения конкретных примеров в нашей слоевной системе. Модуль можно определить по этой формуле у нас. В данном случае у нас нужен момент импульса. Так, секундочку. Это у нас прямолинейное движение. Для вращающегося тела, например, Солнца, которое вращается вокруг своей слои, как мы знаем, мы вокруг некоторых силовой линии, форма силовых линий динамического поля геометрически аналогична форме силовых линий хорошо известного магнитного диполя. То есть в данном случае Солнце, с нашей точки зрения, это некоторый магнитик, магнитный диполь назовем, который вокруг себя создает определенная форма. Форма определяется вот этой формулой и выглядит следующим образом. Грубо говоря, в середине можно поставить вращающее Солнце, и это из-за потенциальной поверхности вращающегося сферического тела. Формулы у нас тоже для расчета есть. Я хотел бы обратить внимание, что, скажем так, в эквотериальной плоскости Солнца, где, в принципе, находятся все наши планеты, вектор динамической доступности перпендикулярен, как это должно быть, этой эквотериальной плоскости. Остальные плоскости нас мало интересуют, потому что силы потом выдавливают все сила, которые проходят у нас в негативной эквотериальной плоскости, по законам электродинамики, они выдаваются как для реальной плоскости. То есть, второе определение. То есть, мы определили с вами, что поле создается, и определились его геометрию и цифровые значения. Теперь следующий момент. На любое тело, движущейся в динамическом поле, действует сила прямо к профессиональной массе объекта, его скорость и индукция. То есть, в данном поле, если будет какой-то двигаться объект, мы сможем рассчитать силу. Ну, она, естественно, в паркциональной скорости, напряженности и массе. Практически формула ловится. И геометрия ее точно такая же. Третье определение. Между всякими двумя материальными объектами, движущимися в пространстве, действует сила на самодействии, которые прямо к профессиональным массам объектов, и в скоростях, и обратно в паркциональной квадратной расстоянии между ними. Что я имею в виду? Что, в принципе, данный рисунок позволяет определить, что коллинеарно двигающиеся австрономические тела, в данном случае, испытывают силу притяжения, обратите внимание, по этой форме. То есть, если мы сейчас динамические поля не рисуем, хотя они присутствуют, просто результирующая из форм может по той формуле взаимодействие определить. Если вектора в противоположной стороне направлены, то происходят силы отталкивания, обратите внимание, то есть не только силу притяжения, но и отталкивания. Это, в принципе, исходит из того, что у нас в формуле стоит кофе-финусарка, и который определяет угол взаимодействия. Он может как и минус единиц, так и минус единица и интервалы между этими крайними значениями. И четвертое определение, в принципе, очень важный момент, что, в принципе, можно подобить наши динамические поля вращающихся тех, исходя из движущихся, вращающихся конкретно, магнит, который имеет северо-южный полюс. Вот здесь я рисунки сделал. Теперь по поводу устойчивого положения этих полей. С магнитиками, я думаю, играли все, в шкуре проходили, и мы знаем, что есть устойчивое и неустойчивое положение магнитных диполей друг относительно друга. Соосные, а не соосные. Когда силовые линии устойчивым положением являются, продолжают силовые линии одного магнита, продолжают силовые линии другого. И в Солнечной системе мы имеем то же самое. Что я имею в виду? Солнце, вращающееся вокруг своей оси колоссальной массы, создаёт динамическое поле в районе Земли определенного направления. Земля, двигаясь по орбите, почти круговой вокруг Солнца, является, скажем так, материальным током, практически кольцевой рамкой, аналогичной в электродинамике, с электрическим током. И эта рамка, орбита, скажем так, она, в принципе, ведёт себя, координирует себя именно таким образом, чтобы быть с центральным магнитом в одной квадриальной плоскости. То есть плоскость эклиптики, рамки, в данном случае орбиты, она старается, так сказать, быть в экваториальной плоскости вращающегося Солнца. Таким вот образом, в любое положение, поворот рамки вызывает силу, которая приводит её к экваториальной плоскости магнита, в данном случае динамического магнита, или гравидинамического. Самое интересное, что когда это орбитальная скорость движения планеты, поскольку мы имеем суперпозицию полей, а движение у нас в Солнечной системе достаточно сложное, помимо орбитального движения, наша Земля имеет вращение вокруг собственности, тут вообще интересно возникает эффект. А именно, то есть Земля, вращаясь в этом же направлении, если посмотреть, как в движении по орбите, магнит динамический получается, такой вот так же направлен, как и Солнечный магнит. А это уже не устойчивое положение. Вы знаете, что магнит должен развернуться для устойчивого положения, когда он находится не соосно, а в стороне. И это говорит о том, что это положение неустойчивое. То есть, в принципе, по идее, Земля должна вращаться в другую сторону. Мы знаем, что Венера, которая испытывает более сильное влияние от Солнца, чем Земля, она ближе находится, имеет обратное вращение. Двигаясь поэллиптической орбите вокруг Солнца, планеты образуют диплодинамическое поле, в центре, которое находится наша звезда. Поскольку направление вращения Солнца и направление движения по орбите всех планет совпадает, то, соответственно, диполь Солнца и диполь движения планеты являются соосными, и их направление совпадает. Это я уже вам говорил. Чем ближе орбита планеты к Солнцу и чем меньше ее энергетная масса, тем больше вероятность планеты потерять в свое прежнее прямое направление вращения. Результатом может быть как полное прекращение собственного вращения относительно к Солнце, так и вращение в обратную сторону. Так, тут я применял методы, у меня времени не так много, а самая расчета, предсессию земной оси взял для расчета напряженности динамического поля в районе Земли, в работе можете посмотреть. Попубликованная цифра, сейчас не буду заблажать вас. И сейчас немножечко практики. Вот примеры, которые позволяют нашим предположениям, наши гипотезы о наличии поля решить конкретные проблемы. В частности, все мы знаем, что Луна движется, что интересно, практически с небольшим углом, в плоскости эклиптики, а не в экваториальной плоскости Земли. Это связано с тем, что сила динамического взаимодействия оказывается вращающимся Солнцем в районе орбиты Луны примерно в три раза выше, чем сила динамического поля, создаваемая вращающейся земной в районе орбиты Луны. Это говорит о том, что влияние Солнца, динамическое влияние, не гравитационное, для Луны гораздо выше, чем влияние динамической вращающей Земли. Однако совсем другая история происходит на орбите Урана. Уран находится гораздо дальше от Луны, и сила динамического взаимодействия здесь гораздо меньше, а масса урана гораздо больше, чем масса Земли, и поэтому влияние силы напряженности, создаваемое вращением вокруг собственной оси ураном, гораздо выше, в сотни раз, чем от динамического взаимодействия Солнца. Понятно, что этот спутник, Титания, находится под действием суперпозиции полей. Так вот, более весомая часть создается именно вращением собственного урана. По какой-то астрономической причине, как получилось, уран наклонил свою орбиту, что характерно. Каким-то образом и Титания сменила свою орбиту. Она же не на веревке привязана. Однако получается, что в принципе сила динамического взаимодействия может объяснить простым способом, методом контура, подобие коллектродинамики, положение орбит. То есть, где у нас цифровые значения, каким образом ведут себя спутники, планеты, скажем так, и, возможно, другие астрономические тела небесные, которые у нас есть. Вот здесь у нас цифровые формы спутников. Я не буду загружать вас цифрами, таким вот образом. То есть, два примера. Так, следующий момент. Кстати, вот, пользуясь случаем, я объявляю небольшой конкурс по расчету константа динамического взаимодействия. У меня она была 4,2 на 10 минус 22 степени. Кто-то, может быть, найдет свои методики, новые цифры. Я был бы очень рад, координаты есть у меня, у нас в работе. Если коллеги приведут другие расчеты для этого взаимодействия, я был бы очень рад. Так, кстати, по методу подобия мы можем выявить в гравидинамике, это, получается, дополнительная наша составляющая гравитация, аналогичные явления присущей электродинамики. Например, самоиндукцию. Самую индукцию электродинамики, я думаю, все знают, а в гравидинамике это выражается в нескольких вариантах. Например, при вращении тела, это может быть гироскопический эффект. То есть, когда вращающийся вокруг своей оси тела, создавая динамическое поле, само на нем и индуцируется. То есть, гироскопический эффект, который хорошо описан и известен, в принципе, можно считать самоиндукцией динамического поля. Сама инерция, в принципе, можно считать возникающую у движущего тела. Сама инерция, в принципе, тела, обладающего электродинами, в принципе, возникает из самоиндукции поля, которое оно создает. То есть, двигаясь, с некоторой скоростью тела создает поле, поле это самоидественность на эту частицу, возникает сила инерции. По аналогии с тела, мы можем сказать, что и гравидинамическое поле может создавать кванты. Это может быть гравитационное излучение. Поскольку у нас есть обрезенность поля, то, в принципе, несложно после нашей гипотезы сказать, вот он вектор у нас динамического напряженности поля. Здесь, если мы рассмотрим вектор из гравистатики, так сказать, напряженности гравитационного поля, то, в принципе, по аналогии с эритромагнитной волной, в принципе, так, со сдвигом у нас будет, у нас могут возникать кванты и излучение гравитационное. В принципе, в этой области ведутся большие работы, многие экспериментально это обнаруживали, и, в принципе, в этом направлении работы активно ведутся не только теоретически, но и практически. Практическое определение, скажем так, динамического взаимодействия проводится, например, у нас господином профессором из Ратского университета Самохваловым. На вращающихся дисках в вакууме он изучает взаимное притяжение движущихся, включающихся скоростью, с огромной скоростью дисков. У него есть много работ и практические, так сказать, есть результаты. То есть я хочу сказать, что не только в рамках Солнечной системы проявляется динамическое взаимодействие, оно проявляется здесь быту у нас, оно проявляется на галактическом уровне. Вы знаете плоские галактики, вы знаете Речесверситет Вселенную, но, в принципе, на этом я остановлюсь, оставлю немножко время для вопросов. Спасибо за внимание. Какие будут вопросы? С удовольствием выслушаем. Один вопрос такой же. Известно, что все динары в экваторе, в мире, в мире, на всех других планетах, сила притяжения меньше. Ну, там связано с ускорением победы меньше, чем на фокусе. Но, тем не менее, все тела в Солнечной системе взаимодействуют именно экваториальными поясами. И, учитывая, почему вы говорите о динамическом поле, или учитывая, что Солнце – диполь, Земля – диполь, а любой диполь, тем более магнитный пол, Земля, они имеют в свою диаграмму направленности. Так, эта же диаграмма направленности не является тем самым динамическим полем. Так, по поводу взаимодействия. Значит, почему в Солнечной системе планеты взаимодействуют участками, где силы гравитации меньше? То есть, мы говорим, но нечем делать за счет силы гравитации по схожему мнению, да? А гравитация в экваториальном поясе вместе с над экватором Земли меньше, чем над поясом. Ну, вы знаете, что, во-первых, Землю вызывает геоидом. Это не то. Вот другое спрашивание. Я говорю, что... У него форма, она не круглая. Нет, нельзя применять, он спрашивает. Везде разное напряжение. Ускорение свободного падения над экватором меньше, чем на поясе. Потому что расстояние, это центр другое. Я право, я говорю. Мы все утверждаем, визики и так далее, утверждают, что за счет силы гравитации происходит взаимодействие планет с Солнцем. Но при этом все планеты взаимодействуют с Солнцем не по люсам, где сила гравитации а экваториальна. Почему так слышали? Урал лежит на боку, и взаимодействует своим полюсом с Солнцем. Урал на боку лежит. Вообще. То есть у нас не все планеты вот так вертикально торчат. Они лежат. Они как попало следует. Не к себе. Сила-то гравитация. Вопросы проявляются. Вопросы, я просто хочу обратить ваше внимание. Знаете ли вы о существовании звездных шармах образований в Галактике? Эти звезды между собой они не объединяются по неизвестной причине в единую звезду. Не является ли это, если вы рассмотрите то, что вы изложили по сопротивлению, выталкиванию планет с эклиптики, одной и той же причиной? Если не рассматривали, попробуйте рассмотреть. если вы захотите, чтобы я вам подсказал свою мысль, то я вам дам визитку и мы с вами свяжемся. И, кстати, я хочу немножко, извините, продолжу ваш вопрос. Действительно, шаровые, то есть, когда хаотичное положение орбит планет по отношению к гипетику есть. Например, наша бывшая планета, теперь уже просто планетарное, малое планетное тело Плутон, имеет угол, сколько там, 17 градусов. Оно находится далеко. Оно имеет, обратите внимание, эллиптическую орбиту, даже за Нептун она заходит. Вопрос в том, что чем дальше находится от влияния центрального тела астрономическое, тем сильнее оно отклоняется от плоскости эклиптики. Тем сильнее, тем меньше взаимодействие его с динамическим полем центрального, динамическим полем, а не гравистатическим, я имею в виду. И поэтому просто гравистатическое поле оно не выдавливает в эпидемиальную плоскость, оно не округляет орбиту. По поводу округления орбиты сейчас тоже немножко другое уже, но округление орбит более выгодно. Когда идет электрическая орбита, то получается, что пересекаются линии, эквипотенциальные линии на призывном термическом поле. Это получается, в принципе, колебательный процесс вокруг из-за потенциальной линии. Поэтому круговая орбита, она, длина окруженности ее меньше, чем у элипса, и поэтому она более выгодна. Поэтому шаровой вот этой скоплении, наверное, просто это молодой процесс, когда еще со временем превратится, может быть, в плоскость, когда вот, может, миллиарды лет пройдут для этого, это инерция, это надо считать. А вы не рассматривали случай, когда кольцо, вращающееся в плоскости, перпендикулярное направление движения этого кольца? Какое поле здесь может быть? Не рассматривали? Еще раз, кольцо что? Вращающееся кольцо, плоскость вращения кольца, перпендикулярное направление или иное перемещение кольца. И геновическое поле здесь, вы не рассматривали, в какой случае? Там, знаете, я вам сразу скажу, я сейчас не могу так быстро антируется, возьмите эту динамику, представьте себе, все законы среди динамики легко переходят на это, просто вместо заряда ставьте массу и вы получите результат. Единственное, что коэффициент здесь будет во сколько в миллиарды, во сколько раз меньше, и будет ли он проявляться на каких расстояниях, вот, допустим, которые вращающие диски проводят, они расстояние меньше миллиметра изучают, для планетарного уровня достаточно сказать и миллионов километров, и оно проявляет, потому что массы другие. Для кольца я вот не могу вам сказать, это астрономическое тело или это будет реальный объект, пока не готов сходу сказать. Ну, кольцевой туманности, например. А, то есть галактический всего, ну, понял вас, ну, это надо, давайте поговорить потом.